всех приветствую сегодня хочу рассказать на пальцах как бы объяснить многие люди все равно не понимают разобраться на самом деле в этом тяжело и попытаюсь на пальцах объяснить как вообще устроен мир в общем в трех словах на маленьком примере должно быть как то все равно кого-то должно понимание складываться иначе как стартануть конечно у меня старт совсем был другой этом по здоровью начал искать там по семнадцатом году интересоваться технологиями так далее в общем захожу на канал сейчас немного расскажу что происходит странного канал открытый захожу вот ошибка в общем мои ролики не включаются вообще непонятно что происходит сегодня на сегодняшний день захожу включаю они не включаются они грузятся грузятся потом ошибка зашел на канал открытый зашел на другой канал а тут кстати пара зеленского в каком-то странном состоянии непонятно вообще защищать ну вот они хотят просто то ли он обдолбанный то ли он пьяный то ли но устно уставшего он как бы не похоже я понимаю можно очень сильно устать но по его виду я бы не сказал что он уставший ну ладно речь сегодня не о нем в общем не грузится вот так вот грузится потом ошибка и все опять захожу на канал все проверяю включаю контент все нормально ролики вроде бы все открытые но ничего не могу включить кто-нибудь знает что это такое вообще возвращаюсь на главную есть у меня конечно такое уведомление хитрое с 28 мая прошлого года уже скоро год будет она вот так висит и постоянно она меня иногда я раз захожу вроде все предупреждения сняли а ну тут я включаю не могу понять пока не вспомнил про это дело то что там началось вот это модная болезнь не прилетела и вот до сих пор вот такая вот фигня висит ладно сегодня речь не об этом сегодня попробую в двух словах объяснить устройство мира да круто конечно но по крайней мере по крайней мере как это я понимаю дело в том что восемнадцатом году я начал интересоваться немножко по здоровью а потом заинтересовался очень технологиями чистыми технологиями не теми которые на которые нас направили вот этот путь ложный а именно чистыми безопасными в общем-то для нашего здоровья так скажем которых на самом деле уже на сегодняшний день довольно многовато но которым упорно не дают ходу и тут вот мне вспомнился я решил заодно проверить вот канал он вообще работает нет загрузится этот ролик или нет и заодно рассказать на простом примере это наверное многие смотрят криминальные там какие-то фильмы сериалы про милицию полицию про бандитов и так далее и наверное многое многие видели такие фильмы или сериалы где руководство вот этой допустим группой бандитской или там мафии один руководитель там остается в тени никто о нем ничего не знает совершенно его найти не могут он остается всегда в тени к сожалению я быстро не могу вспомнить их не так уж очень сильно много именно вот в таком направлении чтобы там авторитет какой-то оставался весь фильм в тени никто о нем ничего не знал и только в конце фильма выясняется кто это и вот простой пример глобальное правительство это по примеру фильма это руководитель бандитской группировкой да потом у него есть бригадиры это на сегодняшний день если перевести на наш мироустройство то это получается правительство думаю не все но почти все по крайней мере почти все точно и потом идут ну бандитов это обычно там называли по разному в общем исполнителей где-то их солдатами где-то мясом где-то еще как-то неважно где их как называют и в нашем случае я их называю фанатиками это фанатики ну это конечно когда вы смотрите вот когда фанатики допустим по футболу бьют друг другу морду там команда какая-то проиграла эти ребята но это вообще что-то с чем-то в общем за что-то друг друга колбасят сами наверно не понимают за что за то что команда проиграла причем здесь команда и вот моё лицо допустим это как-то очень странно ну вот есть такая категория людей есть такая еще категория людей которые наверное не зомбируются да может быть я как раз к этой категории отношусь потому что ну вот на сегодняшний день то что происходит на территории бывшего советского союза я вот смотрю и я просто поражаюсь конечно произошел ужасный сценарий все таки я тоже как и многие надеялся до последнего дня что этого не произойдет но это произошло потом я думал наверное все таки здравый смысл возьмет верх и люди вот этих фанатиков просто объединяться этих фанатиков уберут но произошло самое страшное это когда начинаются убийства и злость идет по нарастанию с обеих сторон и это все переходит в другую фазу начинает все ужесточаться и это постоянно идет это и сейчас происходит и это я думаю еще быстро не закончится потом вот смотрел на телеграм канале там есть ролики где мирные жители без оружия выходят колонну останавливают разворачивают и разворачиваются и уезжают давайте вспомним попробуем югославию или ирак могли могли в этих странах люди вот так выйти мирные безоружные и остановить колонну и развернуть вот тех кто это делал тогда я честно говоря не припомню может быть у меня конечно с памятью плохо может быть кто-то мне напомнит может быть какую-то ссылочку пришлет и она это с удовольствием посмотрю если там подобное было но я такого честно говоря не помню потом то что сегодня происходит не напоминает многие на и на заметили что подобные вещи происходят раз примерно в сто лет и вот если мы вернемся примерно на сто лет сто с большим то мы вспомним первую мировую войну а до этого было по моему как раз испанка да или что там еще было не помню их тоже как бы немало было и восемнадцатом году я начал интересоваться сначала чуть по здоровью и параллельно вот в основном я искал технологии чистые которым не дают ходу много довольно нашел и тогда у меня сложилось такое впечатление что они скоро прорвутся их начнут потихоньку внедрять и наш мир начнет меняться в лучшую сторону но есть вот это вот теневое правительство или как его сегодня многие называют глобальное правительство там по ходу явно не люди потому что люди нормальные такое не могут творить поэтому не дают этим технологиям ходу и постоянно происходит что-то на нашей земле то тут модная болезнь была теперь вот операция на украине вот это происходит и причем мы заметили что весь мир в это втянутый опять в общем то примерно как вот на первая мировая война была там почти весь мир был втянутый вот на сегодняшний день тем или иным образом почти все туда втянуты не помню я такого чтобы вот так такое так люди были сильно сплочены и были против когда вот югославию бомбили или ирак бомбили ливию сирию ну перечислять много можно я думаю многие об этом знают не было сегодня вот происходит все вот так и тут невольно вспоминаешь вот эти вот много часто говорят кстати по российскому телевидению это двойные стандарты да тут волей-неволей это вспомнишь и вот изучая в восемнадцатом году и занимаясь поисками этих там технологий различных я думаю вот они прорвутся а потом сел как-то и задумался думаю ну блин я действительно чувствую что они вот-вот скоро прорвутся и что же должно такое произойти чтобы это дело остановить конечно я думаю не только из-за этого это все сделано было но и из-за этого в том числе пришла вот модная болезнь и почти весь мир причем очень большая его часть в это уверовала вот так вот ну массу средства массовой информации конечно очень сильно работают понимаю ну вот есть и же примеры есть страны там возьмем там но ту же самую белоруссию да где вот почему-то этого не было этой проблемы да люди как бы болели как и везде как и обычно но ничего такого серьезного как это нам тут говорят не происходило и вот на сегодняшний день опять же тут у меня ассоциация пробежала с первой мировой войной и вот тут революция была где обратно брата и вот сегодня примерно то же самое происходит практически можно сказать опять брат на брата хотя есть всего лишь какая-то какой-то процент фанатиков кто это все воплощает в жизнь есть те кто дали задачу вот этим вот управленцем и они дают команды такие вот этим фанатикам которые это все делают ну примерно все это так происходит к сожалению вот технологии так и не прорвались там американцы буквально вот недавно совсем это было показывали магнитный двигатель я думаю кто такими технологиями интересуется все это видели а потом тут примеров на самом деле много можно приводить на воде многие ездили но еще в советских времен я помню там кстати на украине же по моему этот москвич ездил на воде но мы не видим ни одной машины по сегодняшний день чтобы она ездила на воде да и я кстати 2006 году почему я запомнил я был на учебе и там очень сильно был вот это вот тема солнечной энергии и там даже в 2006 году у одного преподавателя уже был автомобиль гибридный это бензин электричество вот мне тогда запомнилось это немцы выставляли автомобиль по моему бмв вот сейчас точно не могу сказать по моему бмв это было в общем мотор 33 объемом это довольно очень мощный мотор все кто хоть немножко понимает мотора кто понимает что не слабенький мотор и этот мотор потреблял на 100 километров три литра бензина на сегодняшний день это звучит как фантастика да но это было еще в 2006 году и они его показали презентацию провели даже немножко рассказали чуть-чуть приоткрыли занавесу секрета сказали что якобы этот бензиновый мотор работает ну что-то похоже на дизельный по принципу дизельного что-то в этом плане ну вот так они немножко они же сказали это секрет конечно же фирмы и так далее просто приоткрыли ну вот представьте себе на сегодняшний день мотор 33 с потреблением 3 литра бензина на 100 километров это действительно немножко как фантастика потом на самом деле кто хоть немножко начнет интересоваться этим этого гораздо больше генератор рож например я сейчас то что у меня прям в голове тут я могу привести некоторые примеры на самом деле это надо сделать выборку посидеть поискать что-то вспомнить что-то я уже и забыл наверное там я показывал где паровой двигатель работает от солнечной энергии сконцентрированная солнечная энергия на один бачок там зеркала буквально по моему четыре на пять метров где-то на один бак и паровой двигатель крутил там я сейчас не помню точно по моему 12 киловатт генератор и вы же понимаете что на нашей планете много стран где очень много солнца вот эта технология такая вроде бы примитивная которую уничтожили опять же в то время когда была первая мировая война и в то время в то же время в принципе произошел полный переворот и в медицине медицину направили совсем другом направлении в основном мы природными ресурсами пользовались она спустили на химию и тут же вот эти энергоносители и все вот это вот немножко как бы я думаю она очень сильно и немножко даже очень сильно взаимосвязано в общем-то не дают человеку освобождаться чтобы он жил хорошо он должен жить страдать и постоянно немножко как бы к чему-то стремиться к недостижимому вроде бы стремиться к счастью всю жизнь стремиться стремиться в результате прожил свою жизнь и помер где-нибудь в боевых действиях или от какой-нибудь заразы или еще что-то в этом роде в общем то не дают людям жить нормально и это по всему миру постоянно происходит многие конечно там показывают что рассказывают типа если эти технологии начать внедрять это же такое это же будет еще многие без работы останутся и так далее все в таком духе но это такая глупость это не произойдет в один день это будет все медленно происходить и новое всегда происходит медленно не форсируется и это все также произойдет все потихоньку перейдет просто на другие источники энергии более чистые но этого не дают сделать и вот такая вот система до тех пор пока не вскроется вот это вот глобальное управление и вот эту змеиную голову не отрежут это будет всегда так потому что там не люди они люди понимаете к нам относятся ну как к животным на вас эксперименты проводят вас на какую-то как собак стравливают и пускают вот в эту вот клетку подраться и наблюдают за вами возможно даже кто-то там ставки делает представляете вот только представьте себе кто-то там какие-то сейчас ставки ставит ну вот немножко хотел так рассказать по паровым двигателям кстати там зашел ко мне друг мы немножко сидели разговаривали там есть интересные старые паровые двигатели ну кто интересуется этим наверно знают я начал другом разговаривать он на кому-то тоже интересуется но почему-то он об этом ничего не знает этот не вопрос а много ли людей вообще об этом знают что автомобиль там 100 100 литров воды использовал ехал там две тысячи 400 километров единственное там с топливом непонятка но факту что такой автомобиль был он довольно выглядел так хорошо мне так очень этого зацепило понравилось конечно я понял что очень много людей начал друзей спрашивать других окажется об этом практически никто ничего не знает пока человек сам не заинтересуется пока не найдет он об этом ничего не знает о этих технологиях нигде ничего не рассказывает единственное это вот на таких на сегодняшний день площадках как youtube там telegram еще каких-то можно это найти по телевидению да когда-то после двухтысячных годов там ну после девяностых можно сказать телевидение в россии слабо видать контролировалась и очень много подобных вещей про скакивала кстати вот этот японский допустим автомобиль который ездил на воде я по именно по телевидению по российскому увидел 2006 году почему-то все говорят 2008 году ну может быть у меня сбой какой-то в памяти произошел хотя опять же я же тогда и бмв эту помню оттуда с того года и ну не знаю у меня так в памяти сохранилось на сегодняшний день я вижу что это информация за 2008 год потом до него там и советский в украине там да ездил и ленинграде там младший лейтенант запускал на водороде полуторки и стэнли мэйер в америке делал автомобиль который так и не никто не может повторить теперь представьте если очень малое потребление электричество большой большая выработка водорода то тут о паровом двигателе опять надо подумать в общем на самом деле технологий гораздо больше чем можно себе представить и пока ты этого сам не найдешь тебе этого практически нигде не покажет ну вот такой маленький примерчик хотел привести заодно раз уж решил канал проверить работает или нет надеюсь всем все понятно если что не понятно спрашивайте или может быть поправляйте может быть где-то я не прав конечно я не утверждаю что я правильно говорю это всего лишь мои мысли на этом пожалуй все всем удачи и счастья здоровья пока